Аграрии республики начали экспортные поставки бобовых культур в Европу. До 22 тонны кормовой вики из Цивильского района направили в Польшу. Как удержаться на международном рынке и какие риски могут подпортить урожаи в нашем материале из Цивильского района? Вот видите, значит, почти два метра. Тут посчитали сейчас, значит, на каждом примерно 20 стульчков, в каждом даже по 6, это 120 горошин в каждом кусте. Сельхоз арифметика для кормового гороха. Этим сортом пелюшка засеяна 56 гектаров сельхозугодий частного фермерского хозяйства в Цивильском районе. Собирать его, а точнее по технологии вначале искусственно высушивать, начнут уже через несколько дней. Потому что тут уже бурые есть. Подождем, пока 75% бурых будет и будем обрабатывать дискантами. Но урожай примерно тут ожидаем. Примерно 45 сантиметров должно быть тут. Горох пойдет на корм. Его сельхозпредприятие планируют реализовывать на внутрироссийском рынке. Другая сельхозкультура, вика, засеяна на 120 гектарах. Ее отправят на экспорт. Прошлогодний урожай уже ушел в Польшу. В предыдущие годы из Цивильска на мировой рынок отправляли еще лен и горчицу. К такой продукции особые требования. От фитосанитарных до внешних. Однако подпортить товарный вид может погода. По горчице, по желтой, по белой тоже, допустим. Один год, например, она была такого, ну, красивого, желтого цвета, равномерного, скажем так. То есть, да, мы ее хорошо продавали, то есть на продовольственные цели, там, в Польшу, в Словению, в Германию тоже продавали. Вот. А другой год, например, из-за погодных условий она получилась такого белесого цвета. В такой ситуации цена на внутреннем рынке может быть выгоднее для производителя, чем на мировом. Так в этом году сложилось с полбой. К тому же растет конкуренция. За 10 лет работы с европейским рынком цивильское агропредприятие сотрудничало с 12 странами. Например, семена РАПСа отправляли в Германию, Латвию и Италию на переработку для биотоплива для самолетов. Будем работать в направлении, скажем так, повышения качества. То есть, потому что все-таки по сравнению, допустим, с Казахстаном мы всегда даем лучшее качество. Но, естественно, хотим за лучшее качество и лучшую цену. Ну и плюс будем, конечно, стараться все-таки поддерживать однородное качество из года в год. На качество работает система нулевой обработки, которую здесь применяют уже 7 лет. Земля не вспахивается, а обрабатывается поверхностно. У РАПСа корни могут достигать одного метра. И при нулевой обработке они остаются в земле и затем дают дополнительное питание почве. Один трактор обрабатывает 4000 гектаров. В сутки он справляется с 70-ю. Современный агрегат оснащен автопилотом. Оля, так, еле, когда первый маршрут берешь, разворачиваешься, на автопилот ставишь и едет она. На своещее время 28 видов культуры, считая многолетней травы. Начиная от полбы, кончая, гречихой там, чечевицей и чечевицей выращиваем. И технически выращиваем горчицу, рапс, бобовые крупенные там у нас полбы. И просто одно время выращивали. Поля в хозяйстве не простаивают. На каждое перспективный план. В этом году здесь выращивают и вика овсяную смесь с люцерной в междурядье. А в будущем поле полностью выделят под люцерну. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.